Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM В Кирове начало второго. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. Приветствую моего сегодняшнего гостя, вице-спикера ЗАГС Собраний, сопредседателя регионального штаба ОНФ Романа Титова. Роман, добрый день. Добрый день. На улице, конечно, 64 апреля. День, наверное, не совсем добрый. Не столько добрый, сколько мокрый. Но верим, что лето придёт рано или поздно, и нам достанется немножко лучиков тепла этим летом. Мы ждём следующей недели, насколько я понимаю, и следующего четверга. Правда, всё оттягивается, оттягивается наступление тепла, но там обещают сразу ух и 28. Ой, слава богу. Ну, надеюсь, что прогнозы синоптиков оправдаются. Напоминаю, что вопросы нашему гостю можно задавать через форму анонсов на сайте hakirova.ru. Фотография Романа там размещена. Рядом такая плашечка «Задать вопрос». Пожалуйста, заходите и пользуйтесь. Ну, а мы изначально всё-таки, конечно, начнём с самой главной темы, я бы сказала, последних дней и последних недель. Это тема утилизации бытового и коммунального мусора. То, о чём мы говорим. Переход на новую систему обращения с отходами и все сопутствующие этому новости. В частности, в конце прошлой недели выяснилось, что полигон в Осенцах, который должны были открыть, вот первую очередь, который должны были открыть уже в мае, в начале июня не откроется. Потому что? Потому что? Кировский аэроклуб ДОСАФ обратился 4 мая в арбитражный суд с просьбой признать недействительно выданное разрешение на строительство объекта в силу того, что объект находится в приэродромной территории аэродрома ДОСАФ Порошино. Тема не новая, теме было два года назад. Я помню, что поднимался этот вопрос. Мы её поднимали совместно с коллегами из УНФ. Была проведена соответствующая проверка. И, собственно говоря, для меня материалы этой проверки, они остаются неизменными и по сей день. Дело в том, что действительно полигон находится на расстоянии 13 с небольшим километров от контрольной точки аэродрома Порошино. И формально, да, приэродромная территория должна быть установлена где-то в этих зонах. Это 30 километров в зоне воздушного подхода и 15 километров вне зоны воздушных подходов. Вопрос вот в чём. С 2016 года, когда эта тема впервые появилась, и когда было установлено, что аэродром не обращался ни в какие органы государственной власти для того, чтобы эту приэродромную территорию установить, чтобы в ней действовали ограничения, которые в том числе были бы видны по государственному кадарству недвижимости, ну, запрашиваешь материалы по земельному участку, у тебя там вводятся ограничения на использование участка, на строительство и прочее, прочее, прочее. Это было в 2016 году, не было обозначено ограничение участка. В 2016 у нас вообще не было обозначено этой приэродромной территорией ни по аэродрому Победилово, ни по аэродрому Порошино. Аэродром Победилово всю необходимую работу провёл, и в прошлом году, в 2017 году, у него соответствующая приэродромная территория была установлена всеми нормативными актами. По моей информации, аэродром Порошино до сих пор не предпринял, несмотря на то, что тема известна давно, как мы уже проговорили, не предпринял мер для установления этой приэродромной территории. На сегодня даже законодательство уже изменилось. С декабря прошлого года Министерство обороны, как собственник, учредитель ДСААФ, должно обратиться в правительство Кировской области и согласовать по проекту, который должен на свои средства разработать аэроклуб ДСААФ, приэродромную территорию, в которой будет утверждена так называемая шестая зона, зона ограничений на замещение объектов, привлекающих внимание птиц. Сразу оговорюсь, если когда-нибудь в будущем такая зона будет установлена, под очень большим вопросом окажется градостроительство на территории города Кирова, потому что там же запрещается не только строительство объектов, привлекающих внимание птиц, а, напомню, там есть зверохозяйство, там есть одно мясоперерабатывающее предприятие, но и без согласования с старшим аэродромным начальником будет запрещаться строительство любых высотных объектов. В радиусе? В радиусе при аэродромной территории. Она не по циркуле будет останавливаться, а вот с учетом мнения правительства Кировской области. Пока этой территории нет, и обращение аэроклуба ДСААФ в суд, ну, лично я вот с юридической точки зрения, потому что я в этом вопросе давно, я расцениваю скорее как, знаете, такая попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, при отсутствии каких-то действий для установления территории. На последствии мы, собственно говоря, наблюдаем, то есть приостановлено действие разрешения на строительство в качестве обеспечительных мер. Вчера должен был арбитражный суд вновь рассматривать этот вопрос, но я так понимаю, что активного рассмотрения не состоялось. Стоялось заседание, на настоящий момент поступили ходатайства об отмене ограничительных мер от администрации Слободского района, насколько знаю, от правительства Кировской области. На заседании суда вчера судья истребовал дополнительную информацию, в частности, всю проектную документацию, насколько мне известно, по строительству объекта, по полигону. И с учетом того, что там 15 томов только проектной документации, при отсутствии каких-то компромиссов с разных сторон, разбирательство может быть долгим. Насколько долгим? Я напомню вам формулировку судьей по обеспечению, по обеспечительным мерам. Они накладываются до вступления в законную силу решения суда. Это первая инстанция, неопределенно долго, несколько месяцев, к примеру, полгода. Плюс апелляционная инстанция, то есть это второй обитражный апелляционный суд. И 30 дней на вступление решения суда в законную силу. То есть это может растянуться реально не на месяцы, а на годы. Так, при этом у нас на дворе июнь. В декабре у нас полигон Костина вырабатывает свой ресурс. Однозначно. Росприводнадзор четко сказал, что лицензия на полигон Костина не может быть получена после 1 января никем, ни при каких условиях, поскольку объем захоронений превышен на 500 тысяч тонн. Единственное, что сейчас можно сделать с Костина, это предусмотреть деньги в городском бюджете на проект его рекультивации. Деньги федерация даст, но только по готовому проекту. Мы на это внимание городской администрации уже обратили. В процессе рекультивации туда нельзя будет складировать? Конечно. То есть мусор надо будет везти куда-то в другое место? Да. Куда? По подсчетам самым скромным, мощности всех полигонов Кировской области хватит для захоронения мусора одного города Кирова примерно на 4 месяца. Ответов на то, куда везти, просто нет. Невозможно за такие короткие сроки расширить существующие полигоны, увеличить лимиты, их просто нет таких лимитов. Поэтому такое пристальное внимание к этому судебному разбирательству. Это вопрос даже перспективы целого региона. Мы не сможем этот мусор никуда вывезти за пределы. Представителями ДОСАФ. Нет, насколько я понимаю, из интервью Ирины Торповой мы можем вывезти, наверное, наш мусор за пределы Кировской области, просто это обойдется каждому жителю Кировской области во внушительную сумму. Не соглашусь. Вывезти мусор мы не сможем. По одной простой причине у нас отсутствует понятие так называемых межрегиональных территориальных схем, то есть потоки движения отходов между территориями. Это же долго согласовывать. Это нельзя просто погрузить в поезд, и мы понимаем, какая будет тарифная составляющая, и вывезти куда-то еще. Поэтому вариантов я, честно говоря, не вижу. И страшно об этом думать, так же, как страшно многим другим коллегам, в том числе из надзорных ведомств. Неслучайно Ильюс Махтарович Гизатулин, сдержанный руководитель Росприроднадзора, не сдерживался в том числе у нас на пленарке ЗАГС Собрания, говоря о том, что никаких разумных альтернатив просто нет. А представители ДОСАФ-то что говорят? С ними разговаривал кто-то? У представителей ДОСАФ было поручение центрального, не помню, как у них это называется, исполнительного органа ДОСАФ России. То есть на федеральном уровне, да? Да, не то, чтобы здесь товарищ Рыбкин или товарищ Иванцов как-то проявили излишнюю инициативу. Нет, им пришла бумага подавать заявление. Судя по всему, была какая-то жалоба в центральный аппарат. Центральный аппарат не сильно погружался в тонкости. Жалоба от местных жителей или жалоба от представителей ДОСАФ в Кирове? Не знаю, не знаю. К сожалению, не знаю, не вникал так глубоко в эту ситуацию. Это внутренние дела, и, наверное, права не имею запрашивать эту информацию. Была жалоба точная. И руководство ДОСАФ пришло четкое указание, что и когда надо делать. Они это указание выполнили. Вот именно в эти сроки им было указано? 4 мая подать. Да, да, да. Потому что ведь это можно было сделать и раньше. Если бы это было сделано полтора года назад в том формате, в котором сделано сейчас. Но для этого надо было вначале выполнить им свою обязанность. Эту территорию-то установить. Но она не установлена до сих пор. Тем не менее, в арбитраж они обратились. Конечно. То есть я поэтому и говорю про плохую мину, хорошую мину при плохой игре. То есть если это надо было делать, то можно было это делать давным-давно. Обстоятельства известны, мягко говоря, не первый год и не второй. Почему не было сделано, не могу ничего сказать. Боюсь, что ДОСАФ, организационные выводы все равно будут какие-то сделаны. По итогам разбирательств, в том числе и с центральным аппаратом. Они же не вникали в эту ситуацию. Там есть объект, надо, соответственно, приостановить его строительство. Но схема-то не утверждена. Мы не будем брать на себя роль арбитражного суда, но у меня все-таки вопрос. Не будем. В том случае, когда не утверждена схема вот эта при аэродромной, так скажем, арбитражный суд имеет право все-таки прислушаться к жалобе ДОСАФ и принять решение не в пользу полигона Осинс? Я не могу говорить за арбитражных судей, но по своему пониманию юридических тонкостей этой ситуации я все же вижу, что здесь правота не на стороне аэроклуба, а на стороне инвесторов, которые приобрели земельный участок и начали на нем строительство, не имея сведений о каких-либо ограничительных мерах по этому земельному участку. Для этого сведения по при аэродромной вносятся в государственный кадастр недвижимости. А их там не было? И нет до сих пор. Еще раз обращаю внимание, Победилова сделала выводы из этой ситуации в прошлом году, год назад уже утвердила границы этой при аэродромной территории. Теперь согласовывать, в том числе строительство двух объектов недвижимости в Костино, было остановлено по требованию аэродрома, но уже на законных основаниях, поскольку согласования с старшим начальником аэродрома не было. Следующее заседание арбитражного суда когда по этому вопросу? 8 июня. Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания в нашей студии. Сделаем небольшой перерыв и вернемся. Продолжается особое мнение Романа Титова, вице-спикера Законодательного собрания и сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта. По полигону Осинцы ждем все-таки, наверное, какого-то более конкретного решения арбитражного суда. И дальше, я так понимаю, что если решение будет все-таки не в пользу полигона, то каким-то образом на уровне Законодательного собрания будет приниматься решение о том, что делать дальше. Правды механизмов, я так понимаю, пока нет. Пока нет. Надо будет менять территориальную схему. Надо будет огромный объем работы. И с непонятным итогом, как вы понимаете и видите по ситуации с Подмосковьем, ни один из регионов не горит желанием принимать чей-нибудь мусор. А срок проектирования и строительства современного полигона, ну, масштабов, которые мог бы вместить кировский мусор, то есть это 330-350 тысяч тонн в год, займет минимум 2-2,5 года. Тревожная ситуация, честно скажу, не скрою. Я прямо вот очень переживаю. По карманам будем рассовывать. Надеюсь, надеюсь, все-таки. Ну, либо по карманам будем рассовывать, либо всем нам это будет обходиться в очень немалые деньги. Даже если удастся с кем-то договориться. Новость недели, новость года, я бы даже так сказала, анонсированы в возвращении авиакомпании «Победа» в Кировскую область. В пятницу, в прошлую пятницу, глава региона Игорь Васильев сказал о том, что переговоры с «Победой» ведутся. Судя по тому, что информация об этом озвучена была, переговоры ведутся более или менее успешно, и «Победа» в наш регион вернется. На вопрос журналистов о том, готова ли Кировская область идти на какие-то уступки лоукостеру. А мы знаем, да, что на «Победу», как нам говорили наши эксперты, очереди стоят из регионов российских, чтобы она к ним пришла. Игорь Васильев сказал, что да. Но конкретики нет никакой. Я у вас, как у вице-спикера ЗАГС Собрания, хотела бы спросить следующее. Возможно, обсуждалось на уровне ЗАГС Собрания какие-то уступки, какие-то финансовые преференции для авиакомпании «Победа». Ну, потому что просто предложить ей, ой, идите к нам, мы же понимаем, что это глупо в некотором смысле, да? На нашем уровне именно сами конкретные уступки не обсуждались. Это все же предмет коммерческих переговоров с «ПАО» и «Аэрофлот», которые занимаются авиакомпанией «Победа». Переговоры с «Победой» с переменным успехом не прекращались практически, то есть они в фоновом режиме шли. Одновременно шли переговоры с авиакомпанией «Сибирь», «ЮТЭР», «Северный ветер». Здесь вопрос в чем? Почему регион вынужден даже отходить от изначальных решений? И напомню, раньше была скидка для авиакомпании «Победа» 80% от установленных в федеральной антимонопольной службе тарифов на обслуживание. В аэропорту победила? Плюс были плюшки и бонусы. То есть, например, когда рейсы «Победы» с ночевкой в Киров на Москву прилетали, то водители, то есть люди жили в Хилтоне, им оплачивали проживание. Люди, это в смысле экипаж? Водители, экипажи, да. Я извиняюсь, водители экипажа. Я думаю, что вряд ли такие уступки сейчас возможны, но в то же время в рамках утвержденного тарифа возможности для скидок есть. А известен размер скидок, который обсуждается? Пока неизвестен. Пока неизвестен. Но почему правительство вынуждено идти на такие уступки? Потому что ситуация с бюджетом, с текущим финансовым состоянием аэродрома Победилова тяжелая. Эту ситуацию как раз мы на ЗАГС-собрании обсуждали в апреле. Насколько тяжелая? По словам министра Поршнева, если не предпринять мер по субсидированию аэродрома, то уже в сентябре мы могли бы остаться без региональных перевозок, то есть без аэродрома. Но, разумеется, сделать это бы никто не дал, поскольку аэродром Победилова является резервным для Нижнего Новгорода, и Росавиация предприняла бы максимально жесткие шаги. Средства в бюджете нашлись бы, но мало кому понравилось, как бы они нашлись. А в каком бюджете должны были найти средства? В региональном бюджете. И о какой сумме идет речь? А о какой сумме идет речь? Это порядок больше сотни миллионов рублей. Это вот то, что нужно единовременно? Нет, не единовременно. Это финансирование по сложившимся долговым обязательствам и до конца года. Этого? Да. На самом деле проблема в чем? Мы каждый год слышали на протяжении последних лет 15, что вот-вот мы выведем аэродром на безубыточность. На самом деле прецедентов безубыточной работы аэродромов в городах с населением до 500 тысяч человек в Российской Федерации практически нет. Есть пара успешных опытов в Сибири, но из-за безальтернативности авиаперевозок. Ну то есть там нету таких хороших тарифов и таких коротких состояний до Москвы у РЖД, как у города Кирова. И на настоящий момент тут по большому счету перед правительством на предыдущем временном периоде стояла задача выбрать путь развития аэродрома. Либо зарабатывать на объеме перевозок, снижая наценку, ну то есть на обороте, грубо говоря, зарабатывать, снижая долговую нагрузку на бюджет, но понимая, что финансирование из бюджета все равно понадобится. Либо работать на наценке. Работа на наценке не получилась, грубо говоря. Поэтому в рамках существующего тарифа скидки возможны. И дай бог это произойдет, и победа вернется. Или будут достигнуты соглашения с другими серьезными перевозчиками. У S7 есть свои дискаунти-рейсы. Это такая альтернатива, но победа, конечно, сильнее. Именно как региональный перевозчик. Плюс параллельно, вот в рамках необходимости увеличения пассажиропотока и оборота, что позволит снизить количество потребностей в бюджетных средствах, ведутся переговоры по рейсам в Казань регулярным. Это популярное направление. Это ближайший хаб для международных перевозок. Многие кировчане из Казани летают на международные рейсы и вынуждены добираться туда машины. То есть если удастся правительству вероятность высокая достичь договоренности об организации перевозок в Казань, это еще будет один плюс. И еще одна постоянная нагрузка на наш кировский аэродром. Да, Казань в этом смысле, конечно, удобное, наверное, направление, потому что не все себе могут позволить поехать за рулем личного автомобиля до Казани, а добираться туда на автобусе не очень удобно и, в общем, довольно тяжело. Как говорят наши коллеги, кто попробовал это на себе. А поезда до Казани, я напомню, удобного нет. Есть один раз в двое суток, по-моему, он ходит и идет 16 часов. Тоже тяжело достаточно. Я так понимаю, что перевозки до Казани будут осуществляться в рамках проекта региональных авиаперевозок или нет? Скорее да, ответа пока нет на то, в рамках какого проекта это будет осуществляться. У нас на субсидирование сейчас 27 миллионов рублей в год, по-моему, заложено в региональном бюджете. Если это будет в рамках этого проекта, то цифру придется поднимать. Но мы понимаем, для чего это будет сделано. То есть очевидное удобство для кировчан. Многие бы улетали в Турцию, в Анталию, куда угодно, из Казани. Рейсы, слава тебе, господи, аэродром загружен в Казани, и рейсы регулярны. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания в нашей студии. К еще одной теме коммунальной обратимся. Ну и к теме, которую, в общем, я бы сказала, инициировало в свое время законодательное собрание. Разные фракции, я так понимаю, что пытались эту инициативу внести, внедрить. Но вот в итоге фракция ЛДПР все-таки внесла законопроект о сокращении срока перехода из фонда регионального оператора капремонта, общего, так сказать, котла, на отдельные лицевые счета каждого конкретного дома. Мы буквально час назад обсуждали плюсы и минусы с представителем, генеральным директором фонда капитального ремонта Михаилом Кузьминым. Я, как у депутата законодательного собрания, хотела бы спросить. Сроки назывались разные. Изначально срок составлял год. В четверг принято решение о том, что этот срок будет составлять полгода, но законопроект вступит в силу, по-моему, 2020 года. То есть есть определенный люфт. Цифры менялись, то есть было и два месяца, как в других регионах. Предлагалось сократить даже до такого вот срока, да? Почему все-таки полгода в итоге? Тяжелый был год в плане вот этого проекта закона. Напомним, мы с прошлой весны, первый подход был с прошлой весны. На тот момент инициатор проекта закона Ольга Сырчина, ну, меня лично она не убедила, но отдам должное ее настойчивость. Я при случае постоянно это говорю. С прошествием времени она сумела убедить не только меня, но и других коллег и представителей всей фракции «Единая Россия» в том, что сокращать сроки перехода на спецсчета надо. Пусть не два месяца. На самом деле это очень маленький срок. Меньше, наверное, есть только в Ингушетии. Там один месяц срок перехода, там один дом на спецсчетах всего находится. За время, пока мы дискутировали об этом законопроекте, уже 36 субъектов Российской Федерации установили сроки перехода менее одного года, и это полностью соответствует политике федерального центра, что граждане должны постепенно переходить сами на формирование средств на спецсчетах, сами заниматься капитальным ремонтом. А фонд капитального ремонта – это такой переходный период, который стартовал проект, и впоследствии, наверное, он будет заниматься не самым благополучным жилым фондом, выполняя определенную государственную функцию, а собственники ответственные сами будут средства формировать на спецсчетах. Было несколько поправок. Была поправка правительства, которая впоследствии была отозвана в силу протеста прокуратуры. Была поправка 4 месяца, но по итогам наших майских обсуждений мы два раза собирались в мае с представителями всех фракций, с министерством, с фондом капремонта. Было принято решение, что срок поправка 6 месяцев – самое разумное. Однако, в чем нас убедило правительство Кировской области в том, что до 2020 года надо очень много сделать, прежде всего, в плане необходимых работ по замене лифтов. Потребуется порядка 3 миллиардов рублей по разным подсчетам. То есть надо заменить более тысячи лифтов, у которых истек срок эксплуатации. Это в процентном соотношении какая часть? Я просто видела общероссийскую статистику. Каждый четвертый лифт непригоден для эксплуатации, говорит федеральный Минстрой. То есть фактически им опасно пользоваться. А в Кировской области как? Еще больше. То есть где-то треть лифтов у нас подлежит замене. Плюс мы увидели, скажем так, изменения в подходах фонда капитального ремонта. Раньше как было? Они ставят в программу 1000 домов, делают 250, к примеру. По итогам года меняют показатели в программе. Получается, исполнили вроде все, но не 700 сделали, а 250. Программа прошлого года была выполнена практически полностью. Изменения налицо. Да, накопились порядка 2 миллиардов рублей от предыдущих периодов. От неисполнения, это не экономия. То, что не успели отторговать. Но эти средства, они сейчас пойдут и на экстренный ремонт аварийных домов. Северосадовая 6, а мы все знаем эту пятиэтажку, которая разваливается на глазах. И которая будет за счет средств фонда капремонта отремонтирована. Она обследована уже? То есть принято решение, что в ближайшее время там начнется капитальный ремонт? Да, там даже объявлен такой локальный режим чрезвычайной ситуации, для того, чтобы можно было средства экстренно туда перекинуть. Этот механизм будет по другим проблемным объектам использован. В целом нам доказали, что и эти 2 миллиарда, которые накопились, и миллиард 200 миллионов, которые каждый год в фонде формируются, они будут до 2020 года потрачены разумно. А с 1 ноября 2020 года мы срок перехода сократим, потому что ведь дом переходит, и деньги переходят вслед за домом. То есть возникает риск. Фонд капремонта запланировал работы в рамках срочной программы, дом уходит, что делать с этими работами? Если бы в ближайшее время нашлось бы большое количество желающих перейти на личные счета, и все бы они сказали, а давайте нам вот нашу сумму, мы ее забираем вместе с собой. Немалое количество. То есть в этом году прогнозируется порядка 250-300 домов, которые уйдут на специальные счета. И эта динамика идет каждый год по нарастанию. На настоящий момент 10% в регионе перешло на спецсчета. По Российской Федерации мы еще отстаем, даже 17% переходит. И за каждым домом уходят деньги. Поэтому я и говорю, рано или поздно все дома благополучные, они сами будут заниматься своим капитальным ремонтом. А фонд капитального ремонта, по моему мнению, будет заниматься ремонтами домов с низкой собираемостью и высокими потребностями в ремонтах. Ну то есть это те дома, которые невыгодно переводить на отдельные счета, потому что они уже в таком полуразвалившемся состоянии, я правильно понимаю, да? Да, и которые дорого ремонтировать. А так динамика идет по нарастающей. И здесь вопрос в том, в необходимости планирования, наверное, стратегических планов капитального ремонта в Кировской области. Потому что рано или поздно наступит точка невозврата, когда благополучные дома уйдут на спецсчета, их правительство федерально стимулирует уходить на спецсчета, а фонду капитального ремонта придется... Где-то искать деньги на ремонт неблагополучных домов. Да, напомню, у нас есть субсидиарная ответственность бюджета Кировской области по обязательным фонду капитального ремонта. Тревожно. Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания в нашей студии. Мы уходим на небольшую рекламу, после вернемся у нас еще несколько тем. Особое мнение на 101FM Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ в нашей студии. Мы продолжаем еще. Есть вопросы, которые хотелось бы обсудить. Памятник царской семье предложено установить в Кирове, на набережной Грина. В эти дни, фактически, в процессе Великорецкого крестного хода, насколько я понимаю, инициаторы установки Вятской епархии собирают от тех, кто за, подписи в процессе Великорецкого крестного хода. Я думаю, что желающих там, может быть, не будет очень много. Но будут люди, которые подпишутся, и их, наверное, будет несколько тысяч. Я напомню, что вопрос обсуждали на комиссиях Городской думы, и там было принято положительное решение. Но потом, в процессе заседания, глава администрации Илья Шульгин сказал, что все-таки место общественное, набережная Грина. И хорошо бы устроить общественные слушания по этому вопросу, нужен нам такой памятник или нет. А памятник, я напомню, практически готов, как нам говорили представители епархии, установить его планировалось уже в июле. Я человек светский, наверное, не хотелось бы рассуждать, глубоко уходить именно в мое личное мнение по поводу целесообразности или нецелесообразности конкретно этого памятника. Мне все же кажется, с учетом того, что любой архитектурный, ландшафтный объект, памятник – это часть городской среды, то, наверное, размещение этих объектов должно идти на плановой, понятной, прозрачной основе. А разрабатывать ее кто должен? Городская администрация. На основании чего? На основании выделения специальных зон для размещения монументальных объектов, которые, наверное, должны определяться и архитектурным сообществом, и общественностью, а затем по каждому индивидуальному объекту, по каждой площадке решать, что на нее размещать. Потому что, знаете, там у нас в предыдущие временные периоды сложилась ситуация, там памятник появляется, а потом начинает искать, чей это? Вот там два бегемота, обнимающихся на улице Ленина, в районе Ленина-20 появились. Я пришел, люди письмо написали, откуда бегемоты взялись. Пришел к тогдашнему главе теруправления Долгополову и только хотел спросить, откуда бегемоты. Вижу у него на столе маленькая статуэтка этих же двух самых бегемотов. Я говорю, это что вы? Он говорит, ну да. Вот очень показательная ситуация. Захотел, поставил на углу улицы, ну, в районе улицы Ленин. Вот мне кажется, здесь от какой-то вкусовщины надо отходить и на планомерной основе выбирать места и выбирать, что там устанавливать. Кроме того, мне кажется, что, наверное, не совсем правильно устанавливать объекты без обсуждений с общественностью, которые могут вызвать неоднозначное восприятие разными группами. У нас так слишком много конфликтных зон, и вряд ли надо эти конфликтные зоны еще плодить в ночь. Вот какого памятника, к примеру, спросите меня, в Кирове не хватает? Наверное, по-моему, мне не хватает памятника нашим соотечественникам, которые погибли в гражданской войне с обеих сторон. И в составе Белой армии, и в составе Красной армии. Такой примиренческий памятник. В Москве на Поклонной горе такой памятник появился буквально несколько лет назад. Хорошая идея. Я думаю, она бы примирила и сторонников дореволюционного режима, и сторонников режима коммунистического. Наши эксперты и слушатели тоже предлагали свои варианты. Ну, в частности, понятно, архитектору Чарушину. Хорошая идея. Потому что Чарушину памятников в Кирове много. Это многочисленные дома. Но вот памятник-памятник ему отсутствует. Замечательная идея. Также предлагали поставить памятник купцам и меценатам, вятской лошадке. Ну, смотрю, там креатив бьет ключом. Вятская лошадка. А что это? Ну, вот тягловая лошадь, как я понимаю, извозчицкая. Вот это вот было предложение. Роман, я бы хотела спросить все-таки об итогах и исходе предположительном вот этих вот общественных слушаний как раз в связи с тем, что вот было заявлено о сборе подписей в процессе Великорецкого крестного хода. Мы понимаем, что люди, которые против, ну, активно достаточно люди в социальных сетях пишут о том, что вот зачем, почему, почему именно Николаю II, почему царской семье, почему на набережной Гвина надо поставить другой памятник. Эти люди чаще всего не приходят на общественные слушания, и уж точно это не тысячи человек, которые могут высказаться за исход. Ну, то есть они будут проведены, эти публичные слушания, они же для галочки, получается, будут. У нас вообще публичные слушания проводятся для галочки, поскольку по любым публичным слушаниям решение принимается с учетом мнения граждан, высказанных на публичных слушаниях, но не обязательно равно этому решению, решению исполнителя органа власти. Поэтому, конечно, решать будет городская администрация, и я надеюсь, все же будет какой-то компромиссный вариант найден. Иначе не стоило бы откладывать эту ситуацию, ну, то есть, грубо говоря, отложить для того, чтобы узаконить, что ли, конфликтную ситуацию. Мне кажется, что, ну, окей, у вас есть своя территория, на своей территории вы ставите что угодно. Если есть публичная территория, то, вот еще раз повторюсь, мое мнение, что все должно приниматься с учетом специально сформированной группы постоянно действующих профессиональных лиц, представителей общественной организации, общественной палаты, там, Союза архитекторов, там, и прочее, прочее, прочее. И только тогда памятник должен появляться. Конфликтов тогда не будет. Потому что, мне кажется, если бы ситуация с памятником Николаю II, она изначально проходила не в таком ультимативном формате, вот нет, мы сейчас поставим, и вы с этим согласитесь, все было бы по-другому. Надо с общественностью уметь работать, любить и делать это постоянно. У нас ничего сегодня просто так не может быть установлено или сделано, поскольку с людьми это обязательно должно быть обсуждено. Ну, правильно, памятник уже готов. То есть, вот, на ваш взгляд, куда? На территорию какой-то, при монастыре, например, куда его поставить, если не на набережную? Или пусть и партия решает? Не знаю, на набережную или нет, но мне кажется, что памятник святым Русской Православной Церкви уместно бы смотрелся на территории Русской Православной Церкви, на территории Трифонового монастыря. Или Преображенского монастыря, да? Или Преображенского монастыря рядом. Это абсолютно уместно и абсолютно бесконфликтное решение. Тем более набережная планировалась, реконструкция проводилась по определенному плану. За последнее время там был ряд попыток воткнуть туда непредусмотренные планом изначально архитектурные объекты. Вот, мне кажется, идею тех, кто проектировал нашу набережную, которая стала символом города, ее надо уважать. Они там никаких объектов не разместили. Может быть, они просто поскромничали и понимали, что ограничены. Не предусмотрели. Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания, сопредседатель регионального штаба УНФ в нашем эфире в программе «Особое мнение». Слушатель Александр задает вам вопрос. Будут ли когда-то реставрировать фасады старинных, фасады сталинских домов на Октябрьском проспекте, напротив Лепси и другие? Есть ли в этом необходимость, на ваш взгляд? И не только на Октябрьском проспекте, а в центральной части города. Сталинки вдоль улицы Ленина, сталинки вблизи правительства Кировской области. Не поверите, Александр, я сам как кировчанин, как человек, который историю города чтит и любит. Я тоже вижу жуткие эти фасады. Да, работы будут проводиться по срокам. Я сейчас не смогу сказать, они индивидуальны для каждого дома. Работы по сталинкам, большинство из которых не признаны объектами культурного наследия, могут проводиться и будут проводиться в рамках фонда капитального ремонта затрат. Работы, например, по реставрации фасада сталинок на театральной площади уже начались. То есть идет расчистка части фасадов и будет впоследствии проводиться грунтовка и обновление штукатурного покрытия. Это общий какой-то проект или это в рамках текущего капремонта происходит? В рамках текущего капремонта, наверное, правильно, и чтобы это было общим проектом. Тем более там не только фасады надо, а делать то, что, наверное, в Кирове еще никто не делал. Это капитальный ремонт балконов. Они же в бедовом состоянии на всех сталинках находятся. И это совершенно отдельный проект, который, боюсь, в предельные суммы, которые фонд может потратить, они могут не вписаться. И надо с этим... В ряде регионов, например, установлены отдельные предельники на ремонт элементов фасада, тех же балконов. Наверное, пора и в Кировской области это сделать. Особенно с учетом того, что у нас градообразующие объекты по Карлу Максу и по Октябрьскому проспекту, это те самые сталинки, которые внутри еще замечательно выглядят, но фасады у них жуткие. Надо ремонтировать не только сталинки, и исторические здания. Механизмы есть. Вот с балконами надо решить. Да, балконы, это, конечно, страшно, потому что и ходить под ними страшно, и выходить на них страшно. Я так понимаю, что еще один вопрос, который хотелось с вами обсудить, уже не успеваю. Это вопрос по реакции на недавние заявления в нашем эфире. Да, контроль пожарной безопасности в жилых домах. К сожалению, завершаться мы должны, но думаю, что встретимся еще. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания и сопредседатель регионального штаба ОНФ был у нас в особом мнении. Мы с ним прощаемся. До свидания. Но не навсегда. До свидания.